Была ситуация, когда одного из учеников посадили на 5 лет за попытку убийства. Так молодой человек, назовем его Сергей, вспоминает свои школьные годы. В 70-й школе ее он окончил 6 лет назад и выдохнул. Когда я уже заканчивал, истории с буллингом, с буллингом, как правило, людей тоже из неблагополучных семей, они были регулярными и они были достаточно жесткими. Конечно, до такого, как сейчас, не доходило, но ходить пинать, допустим, человека, вырвать из-под него лавочку в столовую, это было в порядке вещей. Район ВРЗ, 70-я школа, 14-летняя ученица этого образовательного учреждения. По версии, следствие сделало хуже, чем вырвать лавочку из-под ребенка. В заброшенном здании в компании «Сверстниц» избила и надругалась над 11-летней девочкой ученицы этой же школы. Происходящее сняли на телефон. По этическим соображениям показывать это нельзя. Челюсть там сломали, что-то еще было, позвоночник перелом. Кто, старшеклассница? Нет. Так там их толпа была. Очень грустно, потому что она наша подруга. А она из неблагополучной семьи, вот пишут, это действительно? Ну, не знаю. Мы не знаем, что подруга. За комментариями мы обратились к одному из учителей этой школы, но отвечать на вопросы она не смогла. По словам педагога, на школу сейчас и так оказывают огромное давление. В конце короткого разговора женщина не выдержала и заплакала. Я сама заканчивала эту школу. Я прекрасно знаю хорошие педагоги, прекрасные учителя. А если кто-то где-то недорабатывает, особенно родители, так это их родительские вина и проблемы. Вы ребенка вот в эту школу ведете, да? Да. Не страшно? Нет. Такое может в любой школе случиться. И тем более это не в школе произошло, а за территорией школы, в воскресенье. Это пусть родители отвечают за это. Я пока провожаю по утрам, вот ее во втором классе. Ну, вот так в основном я вот вижу, мало кто провожает. Ребятишки сами ходят. Как нам указали школьники, заброшенное здание, где произошел инцидент с девочкой, находится всего в полутора километрах от самой школы. Рядом частный сектор, местные жители говорят, что подобные места постоянно притягивают подростковые компании, которые по сути могут делать здесь все, что им вздумается. Следят ли родители за детьми, которые совершили жестокость, из благополучных ли они семей, выяснить не получилось. Уполномоченная по правам ребенка на эти вопросы не ответила, зато эмоционально обратилась к СМИ. По факту истязания ребенка, закрыть комментарии, исключить случай опубликования видео истязания ребенка. Пострадавшей оказана медицинская и психологическая помощь, а что касается подозреваемой в совершении насилия 14-летней ученицы, то она по решению суда заключена под стражу. Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства. Что касается других соучастниц, то они еще не достигли 14-летнего возраста. Ими занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Наблюдается такая картина, что среди детей и подростков, ну с учетом того, что они очень хорошо ознакомлены с правами, они знают до какого возраста, да, какое наказание им ждет. Соответственно до 14 лет, с учетом того, что нет уголовной ответственности, есть там административные штрафы родителям, да, это тоже, конечно, дает такое разрешение быть более свободным. Стоит ли корректировать возраст уголовной ответственности или достаточно больше уделять внимание детям-подросткам, которые в этом возрасте особенно жестоки. Какой-то одной меры здесь недостаточно, нужен комплекс подобных решений, говорят психологи. Только так можно предотвратить подобные попиющие истории. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.